Всем здорова дорогие друзья! В этом видео мы сравним очень дешевые телефоны Xiaomi Redmi 6A и еще более дешевый Redmi Go. Сейчас Redmi 6A в магазинах у нас продается за 7500 рублей, это за версию 2.16, а этот телефон Redmi Go продается за 5500 рублей, то есть он на 2000 дешевле чем Redmi 6A. И давайте сегодня рассмотрим, стоит ли экономить эти 2000 или лучше все-таки доплатить и взять Redmi 6A и вообще какие отличия между двумя этими телефонами имеются. Ну и давайте начнем сначала с комплектации этих телефонов. Что у нас поставляется вместе с Redmi 6A? Да ничего особенного, какие-то вот тут бумажки, кабель USB, microUSB белый, вот такое вот зарядное устройство 5 вольт 1 ампер и скрепка, чтобы открыть лоток под сим-карты. Здесь у Redmi Go все то же самое, но единственное, вот мне положил еще продавец защитную пленку, но в магазине, если вы купите, такого у вас не будет. У Redmi Go тоже кабель USB, microUSB, тоже зарядка 5 вольт 1 ампер, такая же как у Redmi 6A и также скрепка, чтобы открыть лоток под сим-карты. То есть по комплектациям телефоны абсолютно одинаковые. Теперь самое интересное, внешний вид этих двух телефонов. Ну, Redmi 6A, конечно, вы видите, он уже выглядит поинтереснее, у него уже меньше рамки. Если мы посмотрим на нижние рамки, да, то видно, что у Redmi 6A нижняя рамка меньше, верхняя рамка тоже меньше. Экран у Redmi 6A уже вытянут, то есть здесь соотношение сторон используется 18 к 9, современное, популярное. У Redmi Go еще старое соотношение сторон 16 к 9, и из-за этого этот телефон более такой как бы квадратненький, что ли. А этот вытянут как колбаса. И еще у Redmi 6A закруглены края экрана по моде, здесь края экрана, они еще такие вот прямоугольные. По ширине они примерно одинаковые, но вот по высоте Redmi 6A, конечно, побольше. Держать, какой телефон удобнее держать в руке? Ну, держать, наверное, все-таки удобнее Redmi Go. Он поменьше и легче дотянуться до верхней части экрана. Этот телефон, когда держишь в руке, конечно, тяжеловато дотянуться до вот шторки, приходится его как-то вот так перебирать и потом уже тянуть. Что у нас сзади? Оба телефона сделаны из пластика, они неразборные. В обоих телефонах есть два лотка под сим-карты и под флешку. Вверху разъемы для наушников и микрофоны. Справа кнопки включения регулировки громкости. Ну и снизу разъем для зарядки. У Redmi Go динамик на нижнем торце, а у Redmi 6A динамик на задней стороне телефона. Значит, по дисплеям у нас и там, и там используются IPS-матрицы. У Redmi 6A размер дисплея 5,45 дюйма, а у Redmi Go дисплей диагональю 5 дюймов. По качеству, знаете, мне больше, наверное, нравится именно дисплей в Redmi 6A. Он какой-то более насыщенный, более живой. Этот дисплей, ну видно, что он какой-то тускленький, даже по яркости он похуже. То есть здесь дисплей более какой-то продвинутый, более дорогой. Ну и по размеру я тоже уже привык к таким вот вытянутым экранам. Очень удобно листать ленту в Твиттере, очень удобно листать ленту во Вконтакте. Этот экранчик хоть и не маленький, но все же он уже как бы не в тренде. Еще одно отличие, посмотрите, у Redmi 6A у него кнопки на экране. Три кнопки, они наэкранные, к этому тоже уже, наверное, все привыкли. А здесь кнопки по старинке, они еще вот на нижней рамке. И они не имеют подсветку, поэтому когда вы вечером пытаетесь на них нажать, вы можете просто промахнуться, нажимаете вслепую. И из-за этого мне Redmi 6A тоже больше нравится. Окей, теперь разберемся в производительности. Ну, давайте посмотрим, начнем с процессора. Оба телефона оснащены четырехъядерными процессорами. Redmi 6A имеет Helio A22 Mediatek, а у Redmi Go Qualcomm Snapdragon 425. Helio A22 сейчас лучше, чем Qualcomm Snapdragon 425. Посмотрите, какая частота. Здесь 2000 МГц, здесь 1400 МГц. То есть на 600 МГц у этого процессора частота больше. И это не маленькая прибавка, это не 100 МГц, не 200, а 600. Технологический процесс 12 нанометров у Redmi 6A, у Redmi Go 28 нанометров. То есть здесь установлен уже устаревший процессор, старый. А здесь современный, новый, который мало потребляет энергии, который не греется. Видеоускорители здесь тоже разные. В Redmi 6A у нас PowerVR GE8320, а в Redmi Go Adreno 308. Но самая большая проблема Redmi Go, это его оперативная память. У него всего лишь 1 ГБ оперативной памяти, в то время как у Redmi 6A уже 2 ГБ. А еще у Redmi Go 8 ГБ встроенной памяти. Этого крайне не хватает в 2019 году. Здесь 16 ГБ, этого тоже как бы уже мало, но это все-таки не 8. Согласитесь, 16 лучше гораздо, чем 8. С 16 ГБ вы хотя бы можете там пару каких-то сложных игр поставить, скачать все нужные приложения, там ВКонтакте, Твиттер, Ватсап. Но 8 ГБ это вообще мало, тем более доступно вам всего лишь 6. 2 занимает система. Что вы скачаете на эти 6 ГБ, я не представляю. По-любому нужно будет в Redmi Go докупать еще флешку. Redmi Go он настолько слабый, что он даже не может пройти тест Antutu. Я загружаю тест, он начинает тест якобы проходить, и все, и зависает на нуле процентов. И он так может час простоять, два часа простоять, и никакой результат так и не выдаст. Поэтому я сравню эти телефоны в тесте Geekbench. Погнали! Redmi 6A уже тест прошел, выдал результат, а вот Redmi Go всего лишь на 78%. То есть вы понимаете, да, насколько быстрее справился Redmi 6A. Ну ладно, подождем. Ну наконец-то. Так, и что мы здесь видим? 800 против 600 это в одноядерном режиме, то есть на одноядро производительность больше в Redmi 6A. И на многоядерном режиме тоже преимущество у Redmi 6A. Почти в два раза. Посмотрите, здесь 1500, здесь 2500. Для примера, ребят, чтобы вы понимали всю катастрофу производительности Redmi Go, на этом телефоне не идет даже папка. На этом телефоне все отлично. Папка скачиваешь, запускаешь, игра идет. Да, на низких настройках, потому что это тоже как бы телефон очень бюджетный. На этом телефоне игра скачивается, но пишет, что это устройство не поддерживается. А в дальнейшем все будет больше и больше таких игр, потому что этот телефон уже сейчас устаревший, а представляете, какой он будет устаревший через год или полтора. Вообще многие современные игрушки не будут на нем запускаться. Так что если вы хоть чуть-чуть играете в игры, то гораздо логичнее будет купить более мощный Redmi 6A. Хотя это тоже не игровой смартфон, но просто из двух зол мы выбираем меньшее. Теперь о самой системе. Если в Redmi 6A у нас используется старая добрая MIUI, все ее знают, все к ней привыкли. Когда вы покупаете телефон Xiaomi, наверное, в процентах 90 случаев у вас будет установлена прошивка MIUI. Здесь же установлен Android Go. Это чистый Android, плюс он еще урезанный. Здесь урезанные Google сервисы. Видите, здесь Google Go, YouTube Go, Maps Go. То есть здесь эта система предназначена специально для вот таких вот очень слабых устройств. Что вам больше нравится? Полноценная MIUI с кучей функций, с кучей плюшек различных. Либо урезанный чистый Android. Каждый выбирает сам. Я лично выбираю MIUI. Оба телефона сейчас, кстати, работают на Android 8.1.0. Преимущества все-таки у чистого Android тоже есть. Например, в MIUI у нас частенько встречается реклама в приложениях. Во встроенных приложениях здесь же рекламы вообще никакой нет. Это чистый Android. Здесь нет ничего лишнего и рекламы, соответственно, здесь тоже нет. Теперь про разблокировку телефонов. У этих телефонов, как вы видели, нет сканеров. Ни у одного, ни у другого. Но зато у Redmi 6A есть функция распознавания по лицу. Разблокировка по лицу. Добавляете данные своего лица. Он вас запоминает. Данные успешно добавлены. И все. И вы можете разблокировать телефон с помощью своего лица. У Redmi Go такой функции нет. Разблокировать вы его сможете только лишь с помощью какого-то графического ключа, либо пин-кода, ну что сами вы придумали, либо просто обычным свайпом, без всякой защиты. Теперь по поводу камер. У обоих устройств по две камеры. Одна фронтальная камера и одна задняя камера. У Redmi 6A задняя камера на 13 мегапикселей и фронтальная камера на 5 мегапикселей. А у Redmi Go задняя камера уже на 8 мегапикселей, то есть на 5 мегапикселей меньше, чем у Redmi 6A. А фронтальная камера такая же на 5 мегапикселей, как и у Redmi 6A. Оба телефона записывают видео в Full HD. Фронтальные камеры тоже умеют записывать видео в Full HD. Ну и давайте я вам сейчас покажу примеры фотографий, сделанных на эти телефоны. Вы уже сами оцените, какие фотографии вам больше понравились. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Пример записи видео на Redmi 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Пример записи видео на Redmi Go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Фронтальная камера на телефоне Redmi 6A. Фронтальная камера на телефоне Redmi Go. Теперь слушаем, какой телефон лучше звучит. Первый у нас будет Redmi 6A. Неплохо. Теперь Redmi Go. Знаете, ребят, такое чувство, что динамики абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые динамики. Вообще не вижу разницы. Так что по звуку здесь равенство. Теперь мы проверим, какой телефон лучше подключается к сети Wi-Fi и выдает большие скорости. Вы видите, сейчас у меня подключены они к одному серверу. Goodline Кемерово. Начинаем с Redmi 6A. Вот такие скорости выдает Redmi 6A. Теперь посмотрим, что покажет Redmi Go. Так, ребят, ну как ни странно, Redmi Go даже немножко получше результаты показал. На скачивание практически одинаково. А вот на загрузку Redmi Go прям на 1 мегабит в секунду больше практически. Но разница, как вы поняли, невелика. Еще хотелось бы сказать чисто о ощущениях, когда ты пользуешься телефонами. Когда ты пользуешься Redmi Go, тебя не покидает чувство, что телефон ты купил не вчера, да, а как будто этот телефон ты купил еще года три назад и до сих пор с ним ходишь. Когда все вокруг уже ходят с какими-то вот такими безрамочными телефонами, ты до сих пор еще ходишь с каким-то вот таким старым кирпичом. А если ты пользуешься Redmi 6A, ты понимаешь, что у тебя современное устройство. Да, оно дешевое, но оно хотя бы современное. Этот телефон всем видом показывает, что да, ребята, я современный, я хочу быть в тренде. Здесь есть разные прикольные функции. Здесь есть распознавание по лицу. Здесь полноценная MIUI, не какой-то урезанный Android Go. Более-менее современный процессор. Да, Mediatek. Да, это не Qualcomm Snapdragon, но все-таки лучше купить новый телефон с новым Mediatek, чем со старым каким-то завалявшимся уже Snapdragon. Знаете, вот по ощущениям Redmi Go это такой телефон, который был разработан для пенсионеров. То есть я не знаю, как молодежь будет им пользоваться. А этот телефон, он уже да, он такой молодежный, стильный, аккуратный, современный. Им как бы уже не зазорно пользоваться, уже ты себя не чувствуешь каким-то ущербным. Батареи, кстати, здесь, ребята, одинаковые. 3000 на Redmi 6A и 3000 на Redmi Go. Вы можете подумать, что Redmi Go будет дольше жить, потому что здесь экран меньше. Но на самом деле это не так, потому что здесь уже используется энергоэффективный процессор. В итоге, ребят, какой вывод можно сделать? Я бы, наверное, все-таки доплатил и взял Redmi 6A. Если честно, раньше я думал, что Redmi 6A это уже, знаете, такое дно, телефон, который не стоит покупать. Но сейчас, когда появился Redmi Go, я понимаю, что лучше доплатить, что вообще этот телефон, он классный. В сравнении с этим телефоном он классный, действительно классный. Все познается в сравнении. Если завтра Xiaomi выпустит какой-нибудь телефон за 3000 рублей, и я его уже буду сравнивать с Redmi Go, да, тогда я скажу, что Redmi Go классный в сравнении с этим телефоном за 3000 рублей. Понимаете, да, в чем соль? Так что, ребят, если вы выбираете именно из этих двух телефонов, я вам советую Redmi 6A, потому что он реально крутой. Если вы выбираете телефон своей бабушке, своей тещи, я не знаю, старому человеку, бате своему, дедушке, тогда можно взять, в принципе, и Redmi Go, не переплачивать. Но если вы выбираете телефон для себя любимого, я вам крайне рекомендую из этих двух выбрать все-таки Redmi 6A. Стоит он ненамного дороже, всего на 2000 рублей, но зато вы получите лучшее устройство. В любом случае, ссылки на оба этих телефона я оставлю в описании к этому видео. Кто посмотрел видео, вам огромное спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Дима, всем удачи и всем пока!